Путешествие в рождественскую сказку начинается на Ивановском железнодорожном вокзале еще до посадки в ретро-поезд. Дореволюционные экспонаты выставки рассказывают об истории и главных традициях праздника – святках, калятках, вертепах, посте и рождественской трапезе. Некоторые экспонаты, уникальные, хранятся в частных коллекциях. Например, этот – заварочный чайник, тарелки, пиала и чашка с блюдцем из собрания Алексея Борисовича Савинова. Сделаны в Англии, датируются концом 18-го, началом 19-го веков. Главная миссия фестиваля «Русское Рождество» в этом году – благотворительная программа и поддержка семей военнослужащих. Прямо с вокзала можно отправить открытку с теплыми словами и пожеланиями солдатам. Мария с дочкой Маргаритой и сыном Марком написали своему папе. Открытку мы сегодня отправляем любимому супругу, который находится на СВО, и детки напишут письмо. Мы его очень ждем, любим, надеемся на скорую встречу. Находится он с самого начала, это 24 февраля. А связи по возможности, конечно же, поддерживаем. А можно отправить открытку неизвестному солдату. Так сделала Елена. Она говорит, для ребят это важно. Важно знать, что дома их ждут. Я смотрю, вы уже написали, а могли бы вы зачитать, если не секрет? Дорогой солдат, хотим пожелать тебе в новом году радости и счастья, вернуться с победой домой. Мы молимся за вас. Вы наши герои. Спасибо вам за все, что вы делаете для Родины и для нас. Низкий вам поклон. Здесь же развернули пункт сбора посылок и гуманитарной помощи. Передачи для ребят, которые сейчас находятся в зоне СВО, собирали в районах. Анна Еронина – одна из участниц волонтерской группы, которая объединила свыше 13 тысяч человек. Военнослужащим за три месяца. Они отправили более 30 посылок. Перед Новым годом собрали еще одну, особенную. Мы сформировали небольшие подарки именно для ребят. Это от всего сердца. Хотим их порадовать, чтобы они почувствовали, чтобы им было там хотя бы немножечко лучше, теплее и приятнее. Такая частичка дома. Это какие-то теплые вещи, это сладости, небольшие новогодние подарки. Ретро-поезд стал символом русского Рождества. Пассажиры сказочного экспресса в этом году близкие. И дети мобилизованных, и военнослужащих, а также многодетные семьи и одаренные ребятам. На перроне их встречает вот такая машина. В этот раз паровоз с Северной железной дороги. Одна из наиболее распространенных и, кстати, удачных машин послевоенной пары. То есть они разрабатывались с 1943 года и с 1946 они пошли в серию. И, в общем, это основная машина заката паровозной эры. То есть это 50-е, 60-е годы. Ну и несколько машин доработали до наших дней. Ретро-поезд едет по историческому Шуйско-Ивановскому участку. Это старейший отрезок на современной Северной дороге. Очень как бы неожиданный такой для нас подарок, что вот мы поехали сюда, что дети могут насладиться и увидеть действительно там какой-нибудь рождественский поезд. А ты видел, какой он сушеный? Сушеный, как красивый? Да. У тебя окна очень красивые. С улицы смотришь, там все украшено. И вот эти вот лампочки, прям все так атмосферно. Новый год. Очень необычно. Никогда такого не видела. Очень красиво. Мне нравится. К историкам присоединилась юная любительница железной дороги. Вера из Родников. Учится в школе. Она помощница. Разносит фестивальную газету «Шуйский вестник». Тоже человек, который интересуется любителем железной дороги. Одна из людей, которая потом, я надеюсь, будет продолжать наше дело, чтобы не только из Москвы приезжали рассказывать про Шуйско-Ивановскую. Тем более в следующем году 155 лет. Уже ждем. Рождественское путешествие продолжается на Шуйском железнодорожном вокзале. Здесь открыли выставку «История сказки» и балета «Щелкунчик». С театральными атрибутами, фотографиями дореволюционной постановки и игрушками, ровесниками сказки Гоффмана. На ярмарке можно приобрести подарки ручной работы, съедобные сувениры и фермерскую продукцию. Здесь же, как и на вокзале в Иванове, открыли пункт сбора гуманитарной помощи. Маленький Ярослав с мамой тоже пришли сюда. Мальчик сделал талисман для военных и написал письмо. Он оторвет этот талисман и положит к себе в карман. И так наша любовь будет греть его. В Шуев праздничные дни пройдут представления и мастер-классы. В этот раз ребята мастерили снежинки из бумаги. В ночь с 6 на 7 января в Воскресенском кафедральном соборе состоится божественная литургия. Ее возглавит епархиальный архиерей, епископ Шуйский и Тейковский Матфей. Вообще православная церковь воспринимает праздник как молитву и дела милосердия. А не как какое-то там застолье буйное или там шумная какая-то кампания. В этот день хорошо провести праздник в кругу семьи, навестить родных, может быть позвонить кому-то.